формально ты не король что мысли пока не король маяни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала долбек называется но все плюсы мультфильма шрек ремастер давайте же посмотрим погнали я не видел наполнен приятными комплиментами интересными фактами это это переиздание ремейк это будет опять супер круто сделано уже долбек делать очень круто ролики всякие плюсы просто балдежно мелодия fairy tale в итоге ставшая официальной неофициальной заглавной темой заставки dreamworks мелодия все 20 лет было в большинстве заставок но на круто обе муви о о о о мимо мега мозг как я прекрасно мужчины я обожаю я обожаю биму я обожаю мил бега мозга биму и прекрасно мультфильм с вами безумие играла конечно же fairy tale жила-была прекрасная принцесса она стала жертвой злых чар разрушить которые мог лишь поцелуй любви ожидая поцелуя своему суженого поверил это идеальное вступление ведь за 40 секунд нам рассказали все необходимое проклятие принцессы отношение шрека ко всей этой сказке тон повествования какой будет все круто и очень искусное признамение финала этой истории на последней странице все королевство праздновала их свадьбу и все это вступление виде книги сказок ведь шрек это как не смотри сказка по поводу феи крёстной ее образ разрабатывали еще во время первой части и хотели добавить мультфильм но в итоге отказались от этой идеи так что да фьюна прокляла скорее всего именно фея крёстная поверил боди о сам боди all-star шрек эпик вершин просто ну шрек это любовь шрек это жизнь шрек это шрек оставшая легендой это наверное самый известный туалет в мире анимации или вообще кино как таково отдельный поклон за идеально подходящий трек smash mouse all-star да трек гениально эту песню поставили временно пока не выберут музыку получше в итоге all-star так полюбилась создателем что решили ее оставить и давайте я сразу скажу вам кое-какую истину свойственную всем фильмам этой франшизы шрек плохой музыки не посоветует вот увидите сама сцена показывает ошеломитель ну да нам сюда музыка было классно графон свет частицы анимация воды и грязи и все эти возможности использовали для графонистых надписей то ли грязь тина на воде блин ё-моё личинками текст написать поверьте мне не знаю сколько это сложно даже сымитировать такой эффект сложно конечно что аниматоры реально принимали грязевые ванны чтобы лучше понимать как создать такой эффект в мультфильме но после такого цела с ним очень хочется с этим факт все ссылки ведут на рандомный пост среди то и нет никаких пруфов в нашем мире нет правда противоречивое действие огор сам ставит вывеску берегитесь огра во первых это отражение его конфликта со внешним миром который раскроется в очень важном диалоге со слом и завершится при их примирении но в то же время шрек наоборот хочет сберечь непутевых охотников от гибели что делает его человечнее самих людей видимо великаны не так просты как кажется внимание к деталям мы там уже конечно гениально гениально в помещениях плохое освещение в году отсутствие электричества и именно поэтому люди вышли на улицу чтобы нарисовать план кстати да это гениально такая мелочь а гениальная переходы берегитесь огров разыскивается огр люди хватают оружие но тут кто-то схватил ложку и типа чего зачем кому-то ложка а это оказывается это шрекичка кушает глазки огонь для убийства но где же глазки безучка еще русская отличная да да русский дубляж шрека был признан самым лучшим из всех даже лучше оригинала гениальный алексей колган мастер дубляжа круто очень круто дубляж сто процентов театра и кино ровно как и шрек в соло затащил весь дубляж господин колган имел свое видение голоса шрека что вы понимали послушайте оригинал майка майор мне оригинал тоже не нравится я послушал оригинал все же начинают любят люди это в оригинале на смотреть все вообще-то вот есть такие вот каста не так усик мы не такие как всем только в оригинале будем унижать всех кто смотрит не в оригинале я не против смотрите в оригинале если нравится но не люблю когда начинают этим тыкать кому-то в лицо смотри в оригинале ты должен смотреть в оригинале и шубки траме нет не хочу спасибо до свидания больше мы с тобой не общаемся дримворкс поначалу не хотели брать колгана на роль шрека но режиссер дубляжа ярослава георгиевна допокоится ее душа с миром у ярослава зарешала зарешала какая женщина мудрая поставив раком весь голливуд это очень забавная история русский дубляж шрека висел на волоске и мог вообще не случится полную историю можете послушать в интервью на канале дмитрия череватенко таймкод 909 но благо все прошло хорошо и актер так блестяще исполнил роль шрека что студия дримворкс сама назвала алексея колгана лучшим шреком всех времен и народов даже есть и ряду за моменты с этим статусом мало даже этого факта они предлагали колгану выучить английский язык и пусть и с акцентом но звучит шрека в сиквелах заменив майка майерса однако алексей отказал в общем такая вот история за кулисами микрофона каркарф 3 у нее тоже был отличнейшая русская озвучка просто невероятная некоторые рефорша которая оригинальная и много-много классной русской озвучки многие говорят типа оригинала который я круто круто когда ты знаешь оригинал и можешь оригинал смотреть но если ты знаешь его в идеале на разговорном уровне потому что бывает игра слов если ты не знаешь английский язык идеально иногда ты эту игру слов не уловишь и субтитрах игру слов тоже не передать к сожалению но так получилось поэтому иногда лучше посмотреть адаптированную версию это не сильно шаришь английском и плюсом как ты сможешь с кем-то намного проще то есть ты можешь в это время еще что-то обсудить а не посидеть и втыкать в экран ты должен концентрирован быть на сто процентов должен слушать английский язык озвучку пытаться это хоть как-то перевести в голове если что подсказывать все субтитрами ты смотришь равно больше времени часть ниже они на центр экрана это факт но невозможно одним глазом вниз другим центр но невозможно все равно ты смотришь чаще вниз чем центр так получается физиология ребята да мой можно много не утерять но все равно дримворкс выпускает шрека где главные герои не симпатичные периферийное зрение у нас слабо страшно и мы так мы такие люди взыскивается сказочное создание это в принципе классная идея все образы уже знакомы каждому зрителю но что еще круче 1 огромный степ над диснеем и их романтизированными мультфильмами где еще на больших экранах вы увидите как джепета продает своего пиноккио за пару монет интересный факт юристы дримворкс тщательно следили чтобы не было прямых совпадений с картинами диснея дабы избежать судебных исков если что сами сказки не принадлежат диснею главное было не рисовать персонажей похожими дружба между ослом и шреком обоснованно осел единственный кто не увидел шреки огромную страшную тварь и сильного огра причем это не потому что осел просто придурок и не видит явной угрозы и отнюдь наоборот осел достаточно умен понял что людям доверять нельзя все сказочные создания нелюди страдают от рук человеческих потому осел боится агро меньше чем самих людей типичный пофинист но осла тоже куда озвучили круто же все актеры жанна никонова владимир антоник отлично просто великолепно широко из возможных что вы позабыли в моем доме потише нет-нет-нет-нет-нет дохлой девки здесь не место культовые what are you doing бесполезный факт не являющийся плюсом в оригинале эту фразу забыли записать в итоге пришлось прилететь к майку майерсу в нью-йорк и он записал эту фразу прямо в машине одно событие идеально разогнала сюжет комфорт шрека был нарушен отсюда и цель отправиться к фаркуаду отсюда привязка осла ведь только он знает где замок дюлок что забавно вся ситуация в итоге сделала шреком героем для сказочных существ это основа для будущих союзов и самого финала что говорил насчет пения очень сильная игра по шреку просто 10 и 10 поиграть ой помырлыкать помырлыщ пожалуйста в дискорде авторы очень ловко обходит цензуру средневековые пытки очень страшные оторванные ноги и удушья все их смягчили просто заменив человека на печеньку отдельно отметим отсылку на сказку про колобка другого хлеба булочного героя в оригинале же повторяют песню про пряничного человечка много-много деталей и смелых решений например тему с человечностью шрека обыграли через липсинг сцене с обращением от рыцарей шрек просто отвечает ай но в русском дубляже вышла добавлять с в конце признак вежливости с это сокращение отсюда и то есть до сударь при локализации тяжело одновременно переводить и попадать в английский липсинг например здесь болтать может и болтать может короче переводчики очень постарались это круто круто робота проделана дизайн всех персонажей выполнен отменно например фаркуад одет во все красное ведь этот цвет противоположный зеленому то есть шреку и одновременно платье фионы бесполезный факт говорят лицо фаркуада срисовали с тогдашнего главы диснея майка айснера ну есть есть схожесть джеффри кассенберг основал dream wars после скандального ухода и золото здесь ну да не ушел уже шел с диснея знаешь ли ты шляпника шляпника да я знаю этого типа он ровно в пять пьет чай ноу формально ты не король тонкий намек на сюжетный поворот это значит замок лорда хочу да этого тоже не замечаешь как и фаркват вот когда я помню первый раз смотрел шрека это стало неожиданностью что превращается в огра и потому что мы такие же как фаркват не обратили внимание на то что говорит зеркало но я же есть люди которые заметили я имею ввиду что вот лично это моей в моем случае так было чарли шоколадная фабрика да добро пожаловать в дюлок шикарно эта песня пародия на аттракцион в диснейленде it's a small world прикольно мне на самом деле хотелось поповать в диснейленде я не может не супер фанат диснея но прикольно все где-то такая культовое уже место можно сказать хотя бы в каком-то их там уж много нормальные осли тот кто одолеет тролля тот и чемпион австралии хотят побывать только на пауков не стрелить на рестлинг суперская ссылка конечно сцены где шрек соло выносит пол армии стали классикой жанра шрек научно точная картина давление жидкости зависит от высоты это все не только эффектная битва но и классная песня есть мысль получше вот наш победитель у меня есть своя цель вернуть болото себе исполни мою волю и я верну тебе болото куда надо топать все предельно просто но предельно гениально цели шрека и фарквада сталкиваются перерастая в неожиданное решение в итоге не рыцарь пойдет за фионой а шрек не понимаю шрек почему ты не проучил его по-своему это легко можно было разорвать всех жителей ты этого хочешь твоему сведению великаны не так просты как кажется как луковица многослой не успев узнать судят обо мне я тоже слой за слоем следующий диалог еще лучше раскрывает характер шрека ведь он действительно может порвать фарквада и его людей но все что мы видели ранее наконец раскрывается слой за слоем шрек всегда был приличным и человечным что в итоге решился пожертвовать своим временем и нервами, лишь бы не проливать лишней крови. Торт! Все любят тортики. По-моему, портфе – самая вкусная штука в мире. Знаешь, лучше бы ты мурлыкал. Ха-ха-ха, лучше бы ты мурлыкал. Ха-ха-ха. Так вот как его пошло по мурлыкам в дискорде. Именно утром Шрек и осёл. Шрек и осёл. Авторы специально выстроили такой тайминг, чтобы не попасть на ночное превращение Фионы. Фу, Шрек, ты бы вонял. Поверь мне, осёл, будь это я, ты бы сдох. В такие моменты ты почти не замечаешь, что некоторые фоны нарисованы от руки. Аниматоры очень постарались. Осёл, две просьбы. Заткни. И поищи где-нибудь. Ха-ха-ха. Там так и было, отвечаю. О, легендарная встреча. Безумки. Забораживающая улыбка. Столкновение осла и дракона. Как осёл спасётся? Ключ, его основа, болтливость. Но как это поможет против дракона? Дракон, девочка. Вот именно, неожиданная деталь. Дракон, самка, которой понравится его лезть. Что за дикость? Кто это придумал? Ну это гениально. Кто придумал детей, дракона и осла? Боже, что за дикость. Ха-ха-ха. 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 Это чисто будильник айфона. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это ужасно. И чисто меня так же дёргает. Моис и рыцарь, это первая встреча. Стать с незабываемой. Но это особенный момент. Вот что-нибудь. Первое появление Фионы, и все её слова лишь только о поцелуе. Она не молкает об этом, ведь именно поцелуй суженного остановит проклятие, а не из-за одержимости своим принцем. Кстати, да, как и весь сюжет, Шрек ломает сказочные стереотипы, не поцеловав принцессу при первой встрече. Примите это в знак моей... Вечной благодарности. В давние времена женщины дарили своим возлюбленным личные ценные вещи. То ли платок, то ли украшение. Ведь мужчина мог не вернуться с битвы. И те обещали, что обязательно вернут подарок своей дамы, что гарантировало их возвращение. Сколько таких обещаний не сумели вернуть. И вот что Шрек сделал с платочек. Я такая, блин, платочек жалко. Ну умер и умер, платочек жалко. Фионы. Ты не уничтожил дракона? Куда ты меня тащишь? Книга рецептов для дракона по приготовлению рыцарей. Кстати, есть теория, что Фиона выживала в замке, поедая останки рыцарей. Мы это уже слышали. В форме огра. Так что это имеет смысл? Не готов к физической близости. Меня пугает столь большое и сильное чувство. Хорошо, хорошо, давай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. АГอД Being sıhh Nerds Её ущидан Tools самая эпичная сагуга во франшизе шрека он в соло одолел дракона придумав отличный план событий вам нужно придумать как именно шрек победит дракона силера это просто гениальный вот создатели сумели убедить всех нас насколько шрек силен оскар шрека шайк выиграл оскар одобряемо первый мультипликационный оскар такта первая часть шека 100 национальным ценим сша круто и конечно что за рыцарь без благородного ты поцелуешь меня что это судьба думаешь трек твой сужен надо снять шлем ладно хорошо шкала принца на белом коне все неправильно меня прислал за тобой лорд фаркуа что же он сам не спас меня это очень многослойный диалог во первых каждый раз когда фиона будет ждать поцелуя он будет отдаляться из-за конкретных событий сначала шрек отнекивается не желая сближаться с фионой сейчас фиона отказывается целовать огра далее шрек будет сомневаться в своих чувствах и так далее так далее каждая причина имеет смысл ведь если бы поцелуй состоялся раньше времени заклятие было бы снято и финал наступил бы в середине мультфильма во вторых фиона сама того не поднимая пресказывает началу это она пока не подозревает что именно это и произошло и вновь отличные диалоги осел спрашивает о своем положении из драконшей но фиона отвечает в контексте своих отношений со шреком на данный момент фиона наотрез отказывается признавать шрека она и очевидно но все мы знаем финал так что же станет причиной полюбить шрека завтра будет такая возможность завтра нам нужно устроить прямо срочно важная деталь интригующая зрителя и озадачивающая шрека сослом тонкий намек на сюжетный поворот что будем делать на нашем болоте мы осел никаких нас первое что я сделаю я выстрою вокруг стену ты просто не хочешь подпускать к себе окружающих что ты скрываешь неважно осел ты отгородился от кого от всех от прогресс как же ты меня достал проблема вовсе не во мне она в окружающей большой тупой чудовище тролль не успев узнать суть это обо мне знаешь что при встрече я не счел тебя в тупом чудище да помню сильнейший диалог за весь фильм просто заговорив о планах на будущее осел снова ты нож такой миленький разовар сам себе рассказал о своем конфликте со внешним миром но эта проблема очень знакома фионе диалог которому мы вернемся еще не раз и все все это на фоне очень красивой луны интересная деталь сказка в этих появилась в самом начале далее мы видим лишь папу медведя и медвежонка а концу узнали учись мамы медведицы чуть жестко для мультфильма ну ладно у фаркуада на открывать ее пародия на картину рождения венеры ну ладно давайте посмотрим где мы будем работать вчера я была не слишком-то любезный надо набраться вот она я же спрашивал что станет причиной сближения шрека и фионы так вот слова шрека прошлой ночью превратили барьер в связь шрек и фиона оба прокляты внешностью игра два чудака точно понимающую друг друга фиона тонко намекнула шреку что понимает его беду и еще один бесполезный интересный факт камеран диез случайно рыгнула во время записи в итоге это решили оставить это гениально это идеально подходит образу фионы ой этот момент просто гениален на шрек ломает правила мультфильмов кто-то начинает беспричинно петь и вместо подпевки ему вшатывают с ноги бэм отсылка на матрицу детализация для 2002 сногсшибательная даже среды ног остаются после шагов это виза почти в цели к вечеру мы дойдем да но боюсь за ослика он выглядит неважно она права я поищу поесть я соберу хвост происходит то во что мы бы не поверили при первой встрече но не шрека ныне огоры принцесса тянут время до прибытия в делок чтобы больше времени провести вместе придумав предлог в виде больного осла что это сорная крыса завтра меня уже так не накормит может как-нибудь заглянешь ко мне вечерком с радостью я подумал как ты ты будешь доедать еще рано снова поцелуи не происходит из-за конкретной причины шрек еще не знает что фиона понимает его как никто другой эта точка завершится при примирении с ослом но это позже сюжетный поворот это объясняет все выходки принцессы на это нам не раз намекали я была такой сколько себя помню красоты днем в ночи и так за годом год покуда поцелуй любви истинный вернет я ну и круто что типа истинный вид на самом деле оказался вот ему вот этот гениальный сюжет конкретные правила проклятия создают превосходный итог фиона должна поцеловать фаркуада за конкретный промежуток времени в конкретное время дня а пока прятаться в ночное время зачем ждать поженимся сегодня фиона вновь произносит двусмысленное признаменование меня должен спасти из башни мой суженый она считает что это только грядет но это уже произошло причем все это мы знаем с самого начала мультфильма эти же правила знает шрек и во всех этих словах скрывается глубокие переживания многих зрителей о которых я упомяну к финалу ты и шрек пожалуй вы споетесь вот это ну блин не по информации это проверка проверка чувств шрека и фионы да это все глупое недопонимание но когда стоит острый вопрос любит ли шрек и фиона друг друга нужно конкретное испытание чтобы зрители в этом убедился вот этой романтичной прогулки под веселую песню недостаточно чтобы убедить нас в истинной любви а последующие события стопроцентно завершаться 5 и да в полном дарственное на болото беженцы изгнаны предупреждал я живу один мой тоже песня класса блин шикарная песня тоже как они утопили потом не шикарный мультик шрек 1 2 отличный мультик сцена сильно очень эффектным сценарь эти черты уже не так нравится вот 1 2 просто больно бимба бомба истории достигнутая цель героя уже не имела смысла шрек получил что хотел нечисть покинула его болото наконец-то комфорт но он не чувствует ни капли радости внутренний мир шрека разбит что и показано разбитым зеркалом которые мы увидели еще в самом начале осел пошел вон нет сам пошел это моя топ зачем я тебе просто это долг дружбы прощать все обиды она назвала меня уродом она говорила не про тебя брат кое-кого так каком же она говорила нет нет не про сиянись как ты простишь меня зачем спрашивать меня лучше спроси я не женятся уже не успеет снова четко выстроенные связующие то неверная информация которую услышал шрек стала поводом примирения со слом а также причины помчаться к фионе узнать правда отлично не ну на самом деле только сейчас делает видосы долбекина про всякие плюсы и минусы намного стал конч круче прям очень крутой добраться до дилока до захода солнца отношения оса и драконихи тоже часть сюжета все детали важны людям верят что и когда делать это во-первых стёб над властными правителями их скрытой диктатурой но во-вторых заготовленная причина для людей отречься от павшего монаха и полюбить шрека опять и снова поцелуй прерывается теперь уже просто по причине стёбы на свадебных лише осел задержал шрека прямо сказав забегая внутрь только на момент с возражением мультфильм шрек опередил свое время во всей картине превосходно раскрыты многие социальные проблемы не принятие обществом межрасовой любви она принцесса даже межкласса можно сказать том числе по расчету ведь он заключает брак только ради власти бодипозитив ты необыкновенная сильные женщины навязанные обществом правила я принцесса а принцессе не положено быть уродкой все это было в шреке еще до мейнстрима ну да и это тут показано без весточки эти без такого же типа вот смотри вот так надо как-то показано грамотно пишет что Смерть Фаркуада такая, какой должна быть. Он послал воина сразить дракона и доставить принцессу. В итоге этот самый воин присвоил принцессу, а дракон сразил самого Фаркуада, символично лишив его короны. Походный поцелуй любви, походы быстрее. Вин истины вернет. Н? Только я не могу понять, почему я не прекрасна. Ты необыкновенная. Невероятный финал, сюжеты поворот и самое правильное развитие отношений Фионы и Шрека. Поцелуй наконец-то состоялся, суженным оказался именно Шрек. Книга из вступления и стих проклятия обрели полноценный смысл, все же именно суженный спас ее из замка. Отношения Фионы и Шрека прошли проверку. Когда Шрек и Фаркуат узрели истинный вид Фионы, эгоистичный монарх тут же обозвал ее уродкой, отрекся от нее и пообещал запереть в замке до конца жизни. А Шрек дрался с толпой рыцарей, лишь бы уберечь принцессу, в их любовь правда верится. Истинный вид Фионы – зеленый огур. Это сюжетный поворот, которого никто не ожидал, но иного и быть не могло. Вид истинный таков, ведь ее суженный Шрек. И каждый раз, когда Фиона пряталась перед закатом, каждый раз, когда проклинала свой внешний вид, она и представить себе не могла, что кто-то назовет ее прекрасной в таком обличии. Но это случилось, вот оно. Если бы Фиона услышала эти слова еще в замке, она бы не пряталась по ночам и всего бы этого не произошло. Тема истинной любви раскрыта. Опять шикарная песня. О, и да. Ха-ха-ха-ха. Финальный концерт с идеальной песней, хотя подобрали ее только из-за строк. Я думал, настоящий ЛДБ бывает лишь сказка. Ха-ха-ха. Шикарш как? В свое время спас студию DreamWorks от банкротства. То есть Шрек буквально решил судьбу таких шедевров, как Мадагаскар, Кунг-Фу-Панда. Ну да, на самом деле. Хранителей, Бимуви. Бимови шикарен, не надо, Бимови прекрасен, прекрасен в своем безумии, в каком еще мультфильме может встречаться пчела и человек, в каком еще мультфильме пчела будет судиться с людьми, это же просто гениальный мультфильм Мегамозг, что не только Соло разносит всех врагов, но и Соло изменил целую индустрию Да, Бимови шикарный мультфильм, и игра по нему была прикольная Это тупик Зачем карта тому, кем движут животные Короткометражка создана специально для аттракциона Шрек 4D на студии Universal В 2003-м 3D только-только выходила в дубляж Мам, она видна, что типа Это буквально было магией И даже несмотря на то, что в СНГ нет этого аттракциона, DreamWorks все равно заказали дубляж Так что лучший Шрек всех времен не покидает нас ни в одной короткометражке Тебе хотелось получить на свадьбу щеночка, а вам надарили тостер Слова про щеночка, признамение к будущему подарку от крестной феи Повторение одного из самых смешных моментов в истории Шрека Хе-хе-хе-хе-хе Ну зачем же памятники ломать? Шалтай-болтай символично повторил свою судьбу даже после смерти Снова упал со стены По идее, это пруф сюжетной дыры для кота в сапогах И блин, я не упомянул об этом видео Хотя точно помню, что где-то видел Шалтая во вселенной Шрека Обалдеть, кстати Даже в коротком метре, качество не уступает самому мультфильму Диалоги на том же уровне Идея позвать Дарконшу пришла от ситуации с луковицей Шрек ломал дворную стену еще до всяких ваших дэдпулов и криков в морды Сюжетный поворот А ведь и все правда поверили, что их схватила каменная статуя Шрек научно-точная картина Использовать старые приемы и вообще это отсылка на Наруто Гениальный план Силы Драконих идентичны, просто так победить двойника нельзя Поэтому нужно использовать различия как за уязвимость, а именно отсутствие эластичности у камня Эта короткометражка закономерное продолжение первой части Продолжение медового месяца из последних кадров, продолжение цели Фаркуада стать королем Мотивации, драки, анимация, все сделано на высшем уровне Ну да, на самом деле сделано в короткометражке круто сделано Повторяющий всю короткометражку, но с некоторыми дополнительными сценами. Вначале показывают, как Фаркуат узнала о медовом месяце от друзей Шрека. Эту же информацию крутили перед сеансом Шрека 4D в самом аттракционе. Я готов расплакаться. Заводи, моя крошка, летим домой и будем печь вафельки. Вафельки? Это долгая история. Вафельки – отсылка на первую встречу Шрека и Осла. О, спасибо, сынок. Ты куда стой? Собираем анекдоты. Утром испеку вафельки. Они так и появятся в четвертой части. Наконец-то испек. Весь короткий метр продолжил первую часть и плавно перешел на сиквел. Но об этом уже в следующей серии. Будем ждать. Будем ждать. Это прекрасно. Сива плюсов. Триллион. Сикстиллион. Квантирион. Это я слова придумал, кстати. Факт. Я говорю один квантиллион плюсов. Заткни. И полищи где-нибудь лестницу. Ну что, ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Долбека. Обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки. Всем пока. Пау.